В Гааге второй день продолжается заседание Международного суда ООН, где рассматривается иск Украины против России. Сегодня был день российской стороны. Какие заявления прозвучали и как на них реагирует международное сообщество, узнаем у Елены Зориной. Она с нами на связи с последними новостями. Лена, здравствуй. Расскажи, как прошел сегодняшний день. Подведи, пожалуйста, его итоги. Добрый вечер. Что о санкциях в Украине в Европе в последнее время говорят довольно-таки часто. На прошлой неделе, к примеру, послы Совета ЕС проголосовали о заморозке активов сбежавших экс-чиновников, в том числе Януковича. Ну и не так давно здесь продлили экономические санкции по отношению к России. Евросоюз продлит санкции, которые впервые ввели в 2014 году. Их продлевают каждые полгода. В списке 150 физических лиц и 37 компаний. Большинство физических лиц – сепаратисты, которые противостоят правительственным силам Украины. А вот о России и ее доводах сегодня говорили в Гааге. Здесь продолжают слушать дело о терроризме на Донбассе и ущемлении прав крымских татар на оккупированном крымском полуострове. Сегодня Москва отвечала на обвинениях Украины. 600 страниц. Именно с таким багажом приехали российские защитники. Документы зарегистрировали на прошлой неделе. И вот, собственно, сегодня их и пересказывали. Хочу сказать, что в суде своими доводами они особо никого не удивили. Традиционно говорили о государственном перевороте и гражданской войне в Украине. Слово не проронили о терроризме и новом оружии, которое существует только у российской армии. Главный источник оружия, которое оказалось в руках у повстанцев – это запасы с советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса. Выступление россиян в ГАГском трибунале сопровождалось немногочисленной акцией протеста возле суда. Демонстранты – это родственники погибших в результате крушения рейса MH17. Люди требовали одного справедливого суда. Мы знаем, что российская делегация снова все будет отрицать. Это было. И мы должны постоянно спрашивать об этом и призывать российские власти к ответу. Мы должны бороться, пока не узнаем правду. Всю правду об этой авиакатастрофе. А президент Украины сегодня выразил надежду, что решение ГАГского трибунала не заставит себя долго ждать, по крайней мере, в части временных мер. Мы ожидаем решений, которые будут приняты уже сейчас и которые прекратят поставку с боку Российской Федерации на окупованную территорию оружия, военной техники. И смогут навести порядок на неконтрольованной территории Украины-Российского кордона. По другой позиции будет важное решение, что до прекращения утиска этнических украинцев, крымских татар, снятия забороны на функционирование Меджлисов в Крыму. Ну а завтра в ГАГе украинская сторона даст всему свою оценку. Завтра снова слово Киеву. Будем следить за процессом. Вот такие новости на сегодня. Наталья. Спасибо, Лена Елена Зорина, о втором заседании Международного суда ООН по иску Украина против России.